здравствуйте уважаемые участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию мы начинаем разбор заданий первый тур предполагал анализ текста и выполнение заданий и запись ответов которые были обозначены в бланках первое задание определить не менее шести социальных теорий нашедших отражение тексте данные теории возможной теории определены были центральной предметной методической комиссии они представлены на слайде редукционизм вождь измом фатализм и так далее сразу скажу что данный перечень не закрытый но не принимались такие ответы когда участники просто переписывали характеристику теории из представленного текста например когда говорили теория человек это хищник то есть в данном случае необходимо было назвать или белогизм или натурализм или вот биологический редукционизм ну то есть обозначить данную теорию а не просто вставить характеристику который предлагает автор единственное что вот если брать теорию фатализма то вот здесь мы принимали такие ответы как теории предопределенности судьбы или идеи предопределенности бытия таким также вот принимались теории которые характеризуют массового человека массы то есть называли теории масс хосе артега и гассета то есть здесь вот в данном случае мы принимали данные теории как как будто ну ну соответствие с критериями и содержанием текста но еще раз напоминаю что если участник называл не теорию а выписывал тезис из из самого текста а такие работы встречались то данная теория не засчитывалась то есть все равно необходимо было обозначить ее название ну и как вы видите за 6 правильных теорий можно было получить 6 баллов второе задание по тексту нужно было назвать три теории вот по сути из этого списка который участники правильно назвали нужно было выбрать три как минимум три теории с которыми автор солидарен и правильно привести цитаты 2 как минимум цитаты которые подтверждают то что автор солидарен с указанными теориями какие же возможные теории можно было назвать с которыми автор солидарен это во-первых вот как раз теории редукционизма или биологический редукционизм биологизм натурализм и здесь можно было приводить ну много цитат из текста ну например высокий ранг типу человека придает то что он является хищником то есть не назвать теорию что человек является хищником а вы назвали биологический редукционизм или натурализм и вот приводите цитату также например ну вот различные характеристики что хищник делает другого добычи мир есть добыча в конечном счете из этого факта вырастает человеческой культуры и так далее то есть на протяжении всего текста солидарность автора с теории биологизма натурализма она прослеживается также можно было указать теорию вождизма элитизма с которой солидарен автор то есть например здесь какие цитаты есть работа вождя и проводимая работа это стал основой технической формой всей человеческой жизни на последующие времена или например всегда для начала должна иметься предприимчивая голова с гала с идеей она изыскивает осуществляет руководство приказы это распределяет обязанности то есть это вот подтверждение того что автор солидарен с идеями вождизма или элитизма ну третья теория возможная которую ну часто указывали и участники это фатализм и в качестве подтверждения можно привести цитата что каждый рождается в каком-то столетии в определенном месте народе религии сословий выбирать нам не данную или другая цитата этой судьбе или случае нужно повиноваться она осуждает нас на какие-то ситуации созерцание деяний и так далее то есть там на протяжении всего текста тоже также вот эти идеи фатализма и солидарности с этими идеями автора не прослеживаются далее третья теория которую можно было отметить это социальный дарвинизм и здесь мы можем привести такие цитаты как эта борьба есть жизнь а именно борьба в смысле ницше как воля к власти свирепой жестокая борьба без площады или например одна жизнь по глубочайшей сущности оборонительна другая наступательна тверда жесток разрушительно и так далее то есть идея того что борьба за выживание действует и в обществе это социальный дарвинизм но также мы видим с вами что в тексте автор уже во второй половине текста солидаризируется с антинатурализмом и можно было назвать и данную теорию антинатурализм например имеется гигантское различие между человеком и всеми другими животными или человек индивид выходит за пределы принуждения вида человек стал творцом своей тактики жизни и так далее то есть есть идеи которые связывают автора текста с антинатурализмом также теории возможной теории с которой солидаризируется автор этой теории собственности как завоевание например собственность есть та область на которой распространяется ничем не граничная власть завоеванная отстаиваемая от себе подобных победно утверждаемая власть ну и еще одна цитата которая подтверждает теорию собственности как завоевание то что добычей собственностью становится не только убитые животные но также пасущиеся дикие животные стада кому-то принадлежат племени или отряда охотников которые отстаивают свое право на эксплуатацию и так далее и и также автор согласен с теории морали рабов и господ который можно было назвать например тут много кстати цитат можно было привести например то что одна жизнь по глубочайшей сущности оборонительна другая наступательна тверда жесток разрушительно можно было этот статок теории морали рабов и господ также можно привести что вот слова автора нужно понять что имеется этика хищника этика травоядных тут ничего не изменишь это внутренняя форма смысл тактика всей жизни то есть некоторые участники называли теорию этика хищников этика травоядных но тогда мы должны были эту теорию назвать как социальную теорию и тогда вот она если бы звучало как теория морали рабов и господ ну или теория господства и рабства хотя бы вот таком ключе то тогда было бы названием теории защиты на и соответственно цитаты и еще теория с которой автор согласен индивидуализм или антиколлективизм ну и например здесь какие можем было статок хищник находится во вражде со всеми на своей территории он не терпит никого себе равного или это означает максимум свобода других и свобода для самого себя ответственность перед самим собою одиночество предельную нужду в самоутверждение в борьбе победе уничтожения ну и достаточно много еще можно привести цитат которые подтверждают индивидуализм или антиколлективизм и сразу хочу сказать что центрально предметная методическая комиссия то есть разработчики данных заданий они принципиально отметили что если цитата приведены верно но теория неверно названа то мы не засчитываем не естественно теории не цитаты то есть здесь приоритетом является название теории и если вы понимаете что это за теории то тогда мы уже смотрим и правильно ли вы привели цитаты из текста цитаты без правильно названной теории не засчитываются то есть это оппозиции составителей соответственно за второе задание по тексту максимум можно было заработать 9 баллов третье задание нужно было наоборот назвать те теории с которыми автор не согласен и здесь позиции составители что это эволюционизм и русоизм то есть эволюционизм например то что здесь как раз пишется автором что благодаря чему он стал человек ответ звучит так благодаря появлению руки несравненного оружия в мире свободно передвигающейся жизни ну и там ну достаточно много не буду все цитаты подтверждающие что автор не согласен с идеями эволюционизма ну например инстинкт вида сохранился во всей своей силы но от него отделились мышление и мыслящие действия индивида свободного от чар вида и так далее значит также вторая теория это русоизм здесь можно было назвать что как бы критика теории естественного человека благородного дикаря человек который добр по природе и по решению жюри нашей региональной комиссии мы засчитывали также теорию общественного договора с которой автор не согласен и здесь как раз вот можно было привести цитата что человек не является добрым от природы тупым просто простаком полобезьяны с техническими задатками также можно было привести цитата он враг всех и каждого убивающий ненавидящий решительно избирающий победу или смерть и так далее это за второе задание за третье задание можно было максимум получить 6 баллов и также мы смотрели правильно ли названа теория а потом уже цитаты четвертое задание определить если рассуждение автор противоречащие друг другу утверждения ну здесь смотрите читаем внимательно задание определить если в рассуждениях противоречащие друг другу утверждения если есть укажите их подтвердив цитатами то есть нужно было указать это противоречие в чем она заключается и потом уже подтвердить цитатами какая наиболее распространенная ошибка при выполнении четвертого задания то что участники не указывают противоречия а сразу переходит к цитатам соответственно если противоречие не указано то цитаты сами по себе мы не засчитываем также как и в предыдущих заданиях если неправильно названа теориям и цитаты без теории не засчитывает то есть цитаты принимаются имеет смысл только относительно того что участник понимает либо какая-то теория либо в чем заключается суть противоречия поэтому здесь мы с вами видим что в данном случае основное противоречие это натурализм и антинатурализм и даже если бы мы отвечали на второй вопрос с какими теориями солидаризируется автор мы же видели что мы могли привести цитаты и что он солидаризируется с натурализмом и мы могли привести цитаты что он солидаризируется с антинатурализмом и вот в данном случае тогда мы назвав противоречие натурализм антинатурализм мы уже приводим возможные цитаты пятое задание сформулировать отношение к позиции автора текста и привести не менее трех аргументов какие здесь критерии были а вот посмотрите значит нужно было сформулировать тезис в котором выражена от нас отношение к позиции автора то есть не просто я согласен или я не согласен с идеями которые автор высказывает здесь необходимо было сформулировать чутко тот тезис ту идею с которой вы который вы высказываете свое отношение и вы обосновывать должны вот именно этот тезис причем вы обосновываете сформулированный тезис тремя разными аргументами потому что в критериях четко определяется что если приведены три разных аргумента для обоснования сформулированного тезиса вы получаете 3 балла но и в зависимости от того сколько вы разных аргументов сформулировали столько там 3 2 1 или 0 баллов получаете значит смотрите в чем здесь была главная ошибка называют три тезиса и по одному аргументу каждому тезису то есть критериях четко прописано вот должен быть тезис и к нему к обоснованию этого тезиса три аргумента для обоснование вот данного тезиса соответственно если вы формулируете один тезис один аргумент один тезис один аргумент то мы засчитываем это так что для обоснования тезиса одного тезиса приведен 1 аргумент значит 1 балл за тезис один балл за аргумент все то есть в критериях не предусмотрено то что вы Вы можете три тезиса и три аргумента привести. Мы засчитываем, что вот есть тезис и сколько к нему аргументов. Соответственно, есть один тезис, вот, пожалуйста, один аргумент мы засчитали. Далее, какие еще ошибки были при ответе на пятое задание? Смотрите, нужно было привести аргументы собственные, не из текста. Были участники, которые аргументировали тезис цитатами из текста или пересказом положений текста. В данном случае вот такие пересказы текста или цитаты из текста не засчитывались как аргументы, потому что требовалось привести собственные отношения. И вот то, как вы сами аргументируете свое отношение к позиции автора, подтверждаете. Ну и, соответственно, дополнительный балл можно было получить, если вы аргументируя свое отношение, приводя свои аргументы, еще и приводите теоретические положения. Если вы просто взяли из текста теории, ну вот опять же того же фатализма или там были материализма, то это не засчитывается, потому что это вы всего лишь опять же взяли из текста. Нужно было свои аргументы и свое обоснование приводить. И таким образом вот за текстом, за анализ текста можно было здесь получить 29 баллов всего. Но в первом туре были еще задания по ситуации. Ознакомиться с ситуацией, выполнить задание. Значит, первое, объяснить причины и цели каждого из президента депутатами переименований. Значит, здесь нужно было с точки зрения разработчиков каждое переименование обосновать. То есть первое, генеральные штаты в национальное собрание. Почему? Потому что здесь желание показать, желание депутатов показать себя то, что они представители всего народа, всей нации. Вот, то есть вот если было вот это вот, значит один балл. И переименование в учредительное собрание уже, что здесь уже нужно было понять, что здесь депутаты уже стремятся установить новый политический порядок. И еще если кто-то видел вот в этом переименовании уже революционные изменения, то это тоже засчитывалось как дополнительный балл. Далее, ну, задание, когда нужно было назвать адресат, вот там два у нас переименования и, соответственно, кто является адресатом этих посланий. И содержание сообщений. То есть, ну, многие участники спрашивали, как отвечать, что тут, как заполнять данную таблицу. Ну, те, кто организовывал региональный этап, естественно, не могли вам как бы давать подсказку или еще что-то, как данную таблицу заполнять. Поэтому, ну, кто-то сообразил, что в одной колонке нужно было написать адресата, а в другой содержание посланий. Ну, соответственно, разработчики предлагают первый адресат король, королевская семья, высшая родовая знать королевства и содержание. Общество ждет кардинальных преобразований, выражать недовольство уже не только черной элита. И это означает разрозненность дворянства, что оно уже не союзник короны. А второй адресат – это третье сословие, которое является податным сословием. Во Франции к третьему сословию относилось духовенство, дворянство и, значит, податное сословие. Первое – это духовенство, значит, извините, первое сословие – духовенство, второе сословие – это дворянство, а третье – это податное сословие. И, ну, податному сословие, то есть третьему сословие относилось буржуазия, культичество, ремесленники, а также крестьянство. Значит, поэтому здесь вот третье сословие мы, ну, принимали там также указания на крестьянство, не принимали низшие слои общества, не принимали среднее сословие. То есть вот это не принималось. Значит, соответственно, вот содержание сообщения третьему сословию здесь уже указано на слайде. То есть то, что необходимо добиваться принятия Конституции, изменения формы государства, нет нужды во власти короля. Далее, третье – какой политический процесс отражает произведенные переименования? То есть за что здесь можно было получить 4 балла? Значит, то, что, во-первых, отражали революции, начало революции. То, что, во-первых, сначала эти переименования означали нежелание производить переворот. Потом то, что это означало, ну, на готовность идти на реформы или на революцию. И уже потом, в дальнейшем, когда реформа оказалась невозможна и было объявлено учтительное собрание, это означало коренные качественные изменения во всех сферах жизни общества. То есть вот возможные процессы, которым нужно было, значит, во-первых, здесь процесс, да, вот мы называем это революцией и обосновываем. Обосновываем, то есть 3 балла за обоснование. И вот вопрос последний по этому заданию. Какие формы социальной мобильности были запущены указанным процессом? Значит, в чем здесь наибольшая ошибка? Наиболее часто встречающаяся ошибка? Что называют просто социальные лифты? Значит, если назвать просто социальные лифты, здесь не принимается этот ответ. Акцент мы делаем на формы социальной мобильности и уже какие социальные лифты запускают данные формы. То есть обязательно, что мы должны были, ну, чаще всего участники указывали вертикальную социальную мобильность, но некоторые отмечали и горизонтальную социальную мобильность, и, соответственно, дальше уже принималось, ну, вот в качестве таких обоснований, вот не просто как работают какие-то социальные лифты в любой период, а как были задействованы социальные лифты вот этими революционными процессами. То есть не то, как вообще работают социальные лифты в любой ситуации, либо до революции, либо уже потом в какое-то там мирное время, а вот именно какие тогда лифты и как, именно как, в каком направлении, да, там вертикально, восходящем, нисходящем задействованы были вот эти социальные лифты. Поэтому здесь, ну, максимум можно было, смотрите, 9 баллов заработать, ну, максимум здесь, ну, мало кто заработал, потому что, как, ну, отмечают не только наша региональная комиссия, но и комиссии других регионов, чаще всего сужали ответ на данный вопрос, перечислив просто социальные лифты и назвав, как они могут работать, не относя это к предложенной ситуации. То есть здесь нужно было запуск социальных лифтов именно в результате указанного процесса. То есть связать социальную мобильность с политическим процессом, который указан задачей. Это был разбор заданий первого тура. Задания первого тура были одинаковые для девятых, десятых, одиннадцатых классов. Теперь переходим к заданиям второго тура, который различался у разных классов. И начнем мы с одиннадцатого класса. Общая линейка баллов представлена на слайде. Ну и первый вопрос – да, нет. Он также представлен на слайде. Чаще всего сталкивались с затруднениями при ответе на вопрос 1.3. Толстой крупно-религиозный реформатор, но позиция центральной предметной методической комиссии разработчиков, что да, Толстой крупно-религиозный реформатор, как основатель такого движения, которое получило название «Толстовство», и которое дальше развивалось, имело много последователей и также оказало большое влияние на социально-политические процессы даже уже и после смерти. То есть это все равно, как считается, как основатель такого религиозного реформаторства. Остальные, в общем-то, здесь суждения, они не вызывают разногласий. Второе – предложить минимальное по объему, а вообще еще понятие. Здесь движимые вещи. Ну, засчитывали движимое имущество также. Далее – закончить предложение. Ну, как вы видите, ответы гражданского процесса. Сбережений. Значит, вот если мы берем вторую цепочку. Покупка ценных бумаг, страхование, приобретение недвижимости. Это формы сбережений. Также принимались ответы инвестирования и формы вложения денег. Вот во втором. Как обобщай, ну, как вот характеристика. Третье – республика, края области, автономная круга, города федерального значения. Здесь какие были ошибки? Указывали часто очень просто субъекты федерации, без указания Российской Федерации. То есть здесь нужно было обязательно указать субъекты Российской Федерации. Или просто федерации указывали, то есть тоже не засчитывалось. Именно субъекты Российской Федерации. О чем речь? Значит, ну, правильные ответы. Договор, договор хранения, договор банковского вклада, договор аренды. Ну, вот чаще всего затруднялись А, С. Договор банковского вклада. Ну, можно было договор депозита, да, банковских вложений. То есть вот это вот больше всего вызывало затруднений. Пригольные животные на данном участке. Данное задание, задача правопая. Ну, сразу скажу, достаточно спорное. Но Центральная предметная комиссия обосновала вот те критерии, по которым мы оценивали. То есть по другим критериям ни одна региональная комиссия не имела права, даже если не согласна была с критериями оценениями, все равно, значит, установка, что все регионы мы оцениваем этот ответ по критериям. Соответственно, Иван Иванович на первом ответ имел ли право выгнать пригольных животных? Нет, не имел. И дальше уже мы должны были указать, что Иван Иванович, так как он не знал собственника животных, он обязан был сообщить о животных в полицию или в органы местного самоуправления. То есть за это еще тоже один балл. Далее, обязана ли полиция пристраивать пригольных животных? Да. И дальше мы поясняем по просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, значит, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, считает полиция или органы местного самоуправления. Далее, имеет ли право содержавшее животных на компенсацию расходов? Да. И дальше поясняем. Так как лицо, у которого животные находились на держании, имеет право на возмещение необходимых расходов. При этом необходимо учитывать, получило ли лицо, содержавшее животных, выгоду от пользования ими. И если получило, то данная выгода включается в состав вознаграждения. И Иван Иванович также имел право на вознаграждение, так как он не только нашел, и вот тут нужно было пояснить, что он не только нашел, но и заявил о находке и не пытался ее утаить. То есть вот еще дополнительный балл, что он не просто нашел, но и заявил, и не утаил. Далее, шестое задание – заполнить пропуски в тексте из работы Франка «Смысл жизни». То есть вот на слайде вы видите, каким образом можно было распределить, нужно было распределить, вставить понятие в текст. Спрос и предложения. Значит, данная задача требовала, ну, как, значит, здесь какие были ошибки чаще всего, встречающиеся, должны были быть конкретные математические расчеты с формулами. Потому что часто очень писали, как изменится равновесная цена и объем продукции. И писали, например, равновесная цена увеличится, объем продукции уменьшится, ну, или наоборот. И каков доход государства? Тоже кто-то писал, там, доход государства увеличится, например. Здесь, вот сейчас я покажу решение. Вот, пожалуйста, решение. И конкретные должны были быть расчеты. Соответственно, здесь один балл ставился за то, что вы определили первоначальную равновесную точку, 125 единиц. Далее вы определили, таким образом, значит, изменится равновесный объем после введения налога. И уже ответ изменение равновесной цены составит 5 рублей, количество 5 единиц. Доход государства, значит, как вот он рассчитывается, 1200 рублей. То есть, вот, можно было, ну, были ребята, которые, ну, справлялись и с решением. Кто-то из участников терялся где-то на середине задачи. И если в начале, даже вот первоначальная равновесная точка определена была правильно, то один балл все равно мы ставили. Вот, ну, соответственно, если дальше неправильно было, то больше баллов не получали. Прибыли организации. Ну, здесь, конечно, тоже было много тех участников, которые не справились с решением. Ну, в общем-то, были те, кто не поленился и посчитал достаточно объемное это задание. То есть, я сократила критерии, просто уже здесь я в слайде вставила итоги. А на самом деле в критериях решения этой задачи идет на полторы страницы. Значит, вот смотрим пошагово, за что, как мы оценили. Первое. Определим количество реализованной продукции в разрезе изделий. Для этого определим величину выручку по каждому изделию. Некоторые участники, кстати, вот этот первый этап просчитывали. И поэтому они могли получить один балл вот за этот первый этап. Дальше кто-то терялся уже и, соответственно, не мог получить следующие баллы. Ну, кто-то, например, на первом и втором. Второй этап – это определить количество продукции, разделив общую величину выручкой по изделию на его цену. То есть, здесь тоже кто-то до этого этапа доходил. Дальше, если терялись, то, соответственно, или в расчетах были ошибки, то тогда уже не ставилось. Далее, третье. Определим величину прибыли в отчетном прошлом году. То есть, здесь отдельный балл можно было заработать за указание формулы. И далее, значит, просчитывалась прибыль за прошлый год. Правильно, если 28 тысяч, один балл. Прибыль за отчетный год 36601 балл. И уже изменение прибыли 8600 баллов. То есть, ну, участники, некоторые участники справились. То есть, не поленились, потратили время и просчитали все шаги. Далее, вакцина. Девятое задание. Сразу скажу, что оно почти одинаковое. Ну, может быть, с формулировкой вопроса только отличается. И здесь однозначный ответ Центральной предметной комиссии – вакцина Х. Как они объясняют, что мы должны были здесь скорее не математически решать, а логически. И здесь мы как аргументируем именно то, что написано, что вакцина Х точно уже написано снижает вероятность заразиться. А вакцина ИГР, просто написано, продемонстрировала свою эффективность. И здесь составители показывают, что указание на эффективность, оно нам не говорит о том, насколько снизится вероятность заболеть. Потому что здесь в рассуждениях составителей, что даже если человек заболел, а потом выздоровел не за месяц, а за 15 дней, это тоже эффективность. То есть, ну, вот тут такая логика, что мы тут, по сути, даже вот приведенная цена, да, там, она… Стоимость, да, что там у вакцины ИГР на 12% выше, то есть она при решении этой задачи составителям даже не учитывалась. Поэтому многие обосновывали чисто математическими просчетами, которые не принимались здесь, необходим был ответ именно основанный на характеристике, что такое эффективность, и что эффективность, она может включать в себя не только то, что меньше людей заболевает от этого. Ну, то есть вот поэтому часто, ну, кто-то выбирал вакцину ИГР, но когда математически там или как-то обосновывали, это не принималось. Поэтому вообще такого обоснования, как у составителей, ни у кого нет. Поэтому здесь больше одного балла никто не зарабатывал. День недели. Значит, ну, логическая задача, правильный ответ – суббота. И дальше уже мы, кроме того, что это суббота, учитывали, как обосновывали. Там каждый шаг обоснования тоже учитывался баллом. Одиннадцатое задание по тексту. Какую проблему описывает? Ну, вот, пожалуйста, здесь проблему трата СМИ, возможности влиять на общественное мнение или неспособность СМИ влиять на общественное мнение. Причина – переизбыток информации. А ресурс, вот многие не называли, это информационный ресурс. То есть власть теряет способность при помощи информации осуществлять свои функции. Значит, дальше, что объединяет страны? Формы правления. Эти страны являются монархиями. Вот в 12-м вопросе какая основная ошибка была? То, что писали, что их объединяет формы правления, но не указывали, какая форма правления. Поэтому здесь не засчитывалось. Вообще, ну, тут раз один балл, то нужно было указать, что формы правления – монархии. Был вариант ответа, когда писали, что тут таким-то цветом выделены теократические страны, таким-то цветом. Ну, то есть, понимаете, теократическая страна. Ну, а там не написали, что это монархия. А тут в этом задании только монархия. Потому что, если мы берем Исламскую республику Иран, она тоже теократическая, но она не монархия. Поэтому вот обязательно нужно было здесь указать, что все эти страны объединены и являются монархиями формы правления. Далее, 13-е задание. Здесь труд. Второго даже не дано ответа, но я имею в виду, что если не написали, что это труд, значит, не получили балл. Далее, задание на ряды иллюстративные. Далее, сразу скажу, что для 11-го класса выбрать общую тему не удалось никому. Но, правда, один человек обозначить тему не смог правильно, но пояснил, в пояснении можно было понять. Вот смотрите ответы. Общая тема тенденции в спорте. Ну, сразу скажу, что данный вопрос обсуждался членами региональных комиссий, но центральная предметная комиссия настояла на своем, что в данном случае нужно было назвать тему тенденции в спорте. Но вот, как я уже сказала, один участник, он все-таки смог пояснить, хоть и не назвал правильно, но пояснил, что это... Ну, там равноправие не гендерное названо было, а равноправие по полу, да, ну, в принципе, тоже принималось. Гендерное равноправие в спорте, возможно, преодоление сексизма, равное участие мужчин и женщин. То есть вот это принималось. Ну, исключение в основном все участники назвали. Д, ТВ-шоу, а не спорт. Там из ледникового периода. Правда, цель. Цель в основном писали развлекательная. Цель нужно было популяризации фигурного катания в разных целевых аудиториях. Ну, кто-то из участников все-таки писал цель популяризации или распространения там идей спорта, там занятий спортом. Дальше, значит, какие группы смешанные пары в игровых видах спорта, силовые мужские виды спорта, артистические художественные виды спорта и, соответственно, пояснение. Ну, полностью вот 10 баллов, здесь, по-моему, максимум 5 баллов было заработано участникам, который больше смог как бы сориентироваться в том, что объединяет какие-то группы. Так, в основном 4 балла, 3 балла вот по этому ответу зарабатывали. То есть, ну, оказалось сложным это задание. И социальные лифты едут или стоят. Значит, здесь, ну, в общем-то, смотрите, первое, какая социальная группа проявляет наибольный оптимизм, наибольший оптимизм. Здесь в основном отметили молодежь 18-24 года. В чем причина большой разницы? И здесь вообще оценивалось, ну, обозначение вот разных причин. Ну, и так как не было написано в задании, сколько причин указать, но это уже вопрос к критериям. Тут вот можно было даже 5 баллов. Я думаю, что если бы участники знали, что можно вот за второй ответ заработать 5 баллов, то хоть 10 обоснований бы привели. Ну, сколько вы привели причин, столько мы засчитывали. Ну, если это правильно названные причины. И какие изменения? Значит, здесь вот должно было быть указано изменение, в чем проявляется снижение значимости каких показателей. И увеличение роли каких факторов также здесь можно было назвать. То есть вот таким образом за первый тур, ой, за второй, вернее, тур в 11 классе здесь предполагается, что можно было максимум набрать, по-моему, 68 баллов. Баллов достаточно много, но сразу скажу, что больше 40, по-моему, никто и не набрал. Вот, теперь переходим к анализу заданий 10 класс, второй тур. Значит, распределением баллов вы видите на слайде задания. Да, нет, здесь, как ни странно, все ответы должны были быть отрицательными. Ну, вот так вот решили составители. Дальше. Второе задание. Минимальное по объему обобщающие понятия – это социальный институт. Ну, здесь, в общем-то, справлялись с этим заданием. Далее, третье. Нужно было лишнее понятие назвать. Это транснациональная корпорация. Что их объединяет другие? Это гражданское общество. И уже там можно было дополнить задание. Нужно было дополнить задание. Так. Значит, дальше смотрим. Четвертое. Кто и что делает? Значит, ну, здесь мы видим, что какие задания нужно было вставить. Деяние, наказание, лица и преступление. Газета «Яркий путь» – такая правовая задача. Значит, здесь вот вы видите ответы на представленные вопросы. То есть то, что представители СМИ вправе фотографировать в местах для свободного, открытых для свободного посещения, даже не запрашивая на это разрешение. Ну, и здесь ссылка на гражданский кодекс, что согласие на обнародование использования изображения гражданина не требуется, если съемка производилась в местах, открытых для свободного посещения. Далее. Журналист не нарушил права Алены, певицы Алены. И объяснение, что она находилась в месте, открытых для свободного посещения. И на опубликованных фотографиях было изображено более десяток посетителей. И третий вопрос. Подлежит ли претензии певице удовлетворения? Нет, так как певицу фотографируют в публичном месте. То есть вот это правовая задача. Далее пропуски из текста Руссо об общественном договоре. То есть распределение вставленных понятий. Здесь вы видите на слайде. Задачи правовые. Значит, вот седьмая задача. Здесь либо просто ребята затруднялись ответить и даже не приступали к решению. Ну, либо решали, но неправильно там расчеты делали. Значит, ну, соответственно, вот вы видите, как можно было решить представленную задачу. И получить за данную задачу, определить величину ВВП страны А по доходам в текущем году. То есть заработать можно было 2 балла. Далее также экономическая задача. Лада и таксопар. Решение этой задачи вы видите. То есть здесь мы также должны были указать саму формулу, рассчитать прибыль, весты, гранты, гранта и дать ответ, что вариант с приобретением поддержанной Лада Гранта для Ивана выгоднее. То есть вот 4 балла. Далее проанализировать высказывание. Ну, это уже задача на логику. И, соответственно, ответ здесь «да» этого высказывания означает, что хотя бы некоторые обвиняемые невиновны. И здесь также учитывалось обоснование, то есть последовательность обоснования. 2 балла. Задание с вакциной, оно похоже у всех классов, у 11, 10 и 9. И здесь, ну, единственное только, что вы тут должны были своему знакомому что-то порекомендовать в 11 классе. Вы как министр, какую примите вакцину, да? То есть в данном случае ответ однозначен на вакцину X. И здесь обоснование не экономическое, а логическое. Так отмечают составители. То есть непонятно, значит, здесь опять же эффективность. Эффективность, считают составители, может быть и просто то, что там болел не месяц, а 15 дней, например. И тоже это эффективность. Далее высказывание. Здесь зашифровано понятие польза. Далее текст. Значит, здесь нужно было определить, что это национальное государство. Явление, которое оспаривает автор глобализации. И дальше возможны негативные следствия. Значит, размывание суверенитета, утрат национальной идентичности, усугубление проблемы север-юг и так далее. За это задание можно было получить 5 баллов максимум. 13-е задание вызвало большие затруднения, кстати. Ну да, здесь нужно было ответ Содружества наций. Других не принималось ответов. Ну или добровольно объединение Судебных государств. Великобритания и Юго-Вседоминионы. То есть Содружество наций как основа ответа. Хотя здесь больше всего было проблем с ответом на этот вопрос. 14-е задание с фотографиями. Здесь тоже были затруднения по классификации. Ну хотя здесь задание все-таки попроще, чем в 11-м классе. Здесь общая тема спорт, виды спорта, спортивные соревнования. Все-таки можно было догадаться. В 11-м классе вообще там гендерное неравенство в спорте нужно было определить. Здесь все-таки можно было исключения назвать и обосновать. Но цель, правда, вот развлекательный проект, потому что это юмористическое шоу. Потом группы выделить. Вот группы, пожалуйста, вы видите, как можно было народный, национальный видный спорт. Они все мало кто выделял там, например, и олимпийские виды спорта. То есть здесь вот по классификациям проблемы возникали. Так, далее задание про эффективность социальной рекламы. Ну вот вы видите на слайде ответы. Это задание социологическое по результатам социологических исследований. Ну и здесь мы должны на первый вопрос были ответить, что объем рекламы вырос. Пандемия коронавируса повлияла на увеличение рекламного контента. И менее значимой стала реклама, посвященная борьбе с алкоголизмом, курением и наркоманией. На второй вопрос, какие изменения произошли в информационных каналах, что выросло внимание населения к рекламе в общественном наземном транспортне и значительно снизилось в специализированных учреждениях на улицах. И это связано с увеличением информационных сообщений в общественном транспорте и необходимости соблюдать меры безопасности в период пандемии. На третий вопрос, какой социальную рекламу можно считать наиболее эффективным и воздействием на поведение людей, можем сказать, что это в области благотворительности, к распорядающему поведению. И здесь мы должны были подтвердить свой ответ данными и диаграмм. Таким образом, максимум за данное задание 10 баллов, и всего в 10 классе за второй тур мы могли получить 60 баллов. Это мы разобрали 10 класс, задание 10 класса. Переходим к заданиям 9 класса. Значит, здесь мы можем сказать, что на слайде мы видим распределение баллов по заданиям. Первое задание «Да, нет» мы видим, что первое – это отрицательное высказывание, неправильное высказывание и остальные правильные высказывания. Минимальное по объему общающие юридическое понятие во втором задании – это административное наказание. Но с этим заданием справились очень немногие, оно вызвало затруднения. Так же, как и затруднительным, оказалось третье задание – найти лишнее в приведенном ряду и объяснение. Лишнее ахимса – понятие индийских религиозных верований, остальные – понятие ислам. То есть вот второе и третье задания вызвали наибольшие затруднения. Алименты – задача правовая. И ответы, как вы видите, представленные на слайде. То, что Алексей может обратиться в суд. Дети, правда, освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. А Валентина не должна уплачивать алименты своему отцу, потому что он не принимал участие в ее воспитании, был лишен родительских прав. Ну и если брать супругов, то супруги обязаны поддерживать материально, и Надежда обязана вплатить алименты своему супругу. То есть вот такие ответы. Далее текст, фрагмент текста – задание. Значит, ну, с этим заданием в основном справлялись. Здесь противоправное деяние кража и, значит, кража с группой лиц по предварительному сбору с незаконным проникновением в помещение. Вот. Это правовая задача. Дальше задача экономическая. Здесь на расчет определить параметры рыночного равновесия. Значит, здесь 4 балла. Значит, если вы указываете равновесная цена правильно, 5 денежных единиц и верно решаете. И равновесный объем – 260 единиц, опять же, за правильный ответ и верное решение. То есть максимум 4 балла. Ипотека. Значит, здесь мы видим решение данной экономической задачи. И мы отвечаем, что да, банк имеет право требовать заключения договора о страховании жизни для выдачи кредита Николая. Сумма, значит, ежемесячного платежа – 33 475. И вот мы должны представить еще решение. То есть за решение, за правильное решение тоже 1 балл. И общая сумма платежей по кредиту – 1 205 100. То есть если правильные ответы и с решением, то здесь 2 балла. Восьмая задача юных исследователей. Она вызвала большие затруднения, потому что здесь нужно было знать, что такое гипотеза основания и что такое гипотеза следствия. То есть вы видите возможные варианты примеров, ответов. Ну и здесь корректные примеры, корректное обоснование должно быть. Значит, корректное обоснование, какое может быть то, что гипотеза основания – это гипотеза, доказываемая с помощью выводимых из них гипотез следствий. А гипотезы следствия выводятся из гипотез основания и служат средством их доказательства. Для этих гипотез обязательно наличие эмпирических признаков, которые можно проверить разными средствами. То есть вот наибольшее затруднение вызвало это задание. Так же, как и девятая вакцина, но она схожа, как я уже говорила, с 10-11 классом и вызвала затруднения у, наверное, половины участников и 10-11 классов. То есть позиция разработчиков, что это вакцина Х, и здесь решение должно было быть представлено не математическое, а скорее логическое, что эффективность не означает снижение вероятности заболеть. Что это может быть просто человек заболел, но просто быстрее выздоровел. Ну и такая юмористическая, логическая задача. В общем-то здесь ответ мы видим. Нужно было вставить еще одну посылку. Задание по тексту тоже достаточно адекватное, что нужно было назвать процесс революции, противоположный процесс эволюции или реформа, и также назвать одно положительное следствие. Опасность и положительное следствие. То есть опасность, вот вы видите, например, слом политической системы, предполагает насилие, насилие жертвы, великие революции редко бывают бескромными и так далее. Ну и положительное, ну что, например, наоборот, революция способствует общественному развитию, смене элиты. Двенадцатое задание. Здесь вам зашифровали такое красивое понятие красота. Значит, но, кстати, красоту почему-то не многие отгадали. То есть это задание вызвало затруднения. Тринадцатое, ой, тринадцатое задание вообще по картам плохо решают, и девятый, десятый, одиннадцатый. Здесь нужно было отметить, что это форма государственно-территориального устройства. Желтым выделены федерации, а зеленым монетарные государства. Так, четырнадцатое, на иллюстративные ряды. Ну, здесь все-таки хотя бы частично справлялись с заданиями. Общая тема спорт, вида спорта. Ну, и здесь исключение Е, цирковой номер не является спортивным состязанием. И, значит, объединение группа АВЖ артистический и БГД атлетические виды спорта. Пятнадцатое, про анализ социологической информации. Здесь вот я вам представила ответы, что чем объясняется различие, отличает статус инвалида от статуса человека с ОВЗ. И вот как раз написано критерия, инвалид лицо, который имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, статус устанавливается органами медико-социальной экспертизы. А человек с ОВЗ – это более широкое понятие, которое можно применить не только к людям с инвалидностью, но и ко всем, кто имеет хронические заболевания. Значит, по второму вопросу не менее трех причин, которые оказали влияние на описанную социально-демографическую структуру инвалидности. Здесь возможные причины – это сокращение взрослых инвалидов, что может быть связано с улучшением качества медицины, доступности медицинских услуг. Это то, что в структуре взрослых по возрасту преобладает инвалид пенсионного и предпенсионного к тому, как к этому возрасту количество проблем здоровья на усилении возрастает. Это может быть то, что болезненная система кровообращения, злокачественного образования и так далее увеличивается в возрасте ввиду малоподвижного образа жизни, неблагоприятной экологической обстановки и так далее. Здесь за второй ответ можно было три балла заработать. И третье задание по социологической информации – с какими проблемами сталкиваются люди, имеющие инвалидность, не менее трех проблем. Вот возможные проблемы, возможные формулировки указаны на слайде. Проблемы доступны окружающей среды, особенно актуальны для лиц, использующих инвалидные коляски, тростик, костыли. Городское пространство не учитывает их потребности. Это проблемы качественной медицинской помощи, связанные с недостаточностью ресурсов для лечения хронических больных и неравенством доступа к качественной медицинской помощи в регионах. Это, например, проблемы инклюзивного образования, включенного, связанного с трудностями в получении образования и так далее. То есть максимум за последнюю социологическую задачу можно было получить 8 баллов. И таким образом в девятом классе максимум 150, ой, извините, 156 баллов. Таким образом мы проанализировали основные задания по всем турам и классам. Я желаю вам успехов и всего самого доброго.